здравствуйте уважаемые слушатели и гости канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание волшебному и такому вот достаточно мощному сильному дню по энергетике 7 января поговорим о том что обязательно нужно в этот день стены для того чтобы привлечь энергии изобилия достатка благополучия и конечно же уделим и дадим определенные советы и рекомендации на 7 января поэтому друзья обязательно прослушать это ведет начала до конца будет много полезной важной нужной и интересной информации а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии знаете рождество это улыбки это улыбки прохожек это радость друзей и родных а также ожидание чуда в глазах детей и каждый год мы с вами празднуем этот прекраснейший волшебный и чудодейственный праздник в один день 7 января как правило вся семья когда-то нашими предками отправлялась на праздничную службу в церковь а после возвращения домой все собирались за накрытым богатым столом потому что 7 января заканчивался пост и можно было кушать все то что ранее было запрещено сервировали стол не так как обычно под скатерть наши предки клали солому которая олицетворяла ясли в которых лежал новорожденный иисус христос под стол ставили что-то железное этот предмет обязательно касались ногой все сидящие за столом для того чтобы здоровье было крепким и рождество наши предки отмечали аж 12 дней до крещения и это время еще называли святками на рождество многие колядовали колядующим давали деньги и лакомства считалось что на рождество надо надевать новую одежду тогда это будет благополучию в новом году чем больше свечей семья зажигала на этот праздник тем более благополучным будет год особую свечу зажигали в память об умерших для привлечения в дом благосостояния и успеха и конечно же в этот светлый прекрасный день благоприятно было совершать покупки вещи купленные на рождество будут долго служить и вы знаете рождество христово это семейный домашний праздник в рождество принято было ходить в гости к наиболее близким людям также важно чтобы к вам домой пришли родные и близкие люди угощайте обязательно пришедших гостей лучшими блюдами и пожалуйста делайте это sky искренне с радостью с любовью а для проявляя привлечения достатка в дом в рождество принято было проявлять щедрость и хлебосольное гостеприимство в этот день ни в коем случае не должно быть обид грусти все гости случайные и желанные должны быть одарены и накормлены никого нельзя было обижать и оставлять недовольным даже себя обязательно подарите себе то что вы давно хотели на праздник обязательно в вашем доме должна гореть свеча и также в этот день постарайтесь сделать так чтобы никто не был голодным и недовольным поэтому позаботьтесь о том чтобы ваши питомцы также радовались празднику также как и и вы в оформлении стола может быть присутствовать сено соломы и толстые свечи способны гореть на протяжении всей знаменательной ночи огонь домашнего очага всегда имел некий сакральный смысл для привлечения богатства в сочельник на нем сжигали специально подготовленную пропитанную медом колоду солома как напоминание месторождения иисуса христа также является неотъемлемым атрибутом праздника обычно ее подкладывают под стол и скатерть вся вода из любых источников считается в этот день наделенной особыми живительными свойствами ее можно набирать подготовленные сосуды чтобы пить и умываться считалось что тогда и здоровье и красота будет сопровождать вас весь год но а что же можно делать на рождество в этот праздник зажигают свечи и читают молитвы в ночь на рождество открывает все окна для того чтобы в дом вошел праздник надевают новую одежду стараются купить и купить и новую посуду колядают всех дружно прямо не выходя из-за стола также старались встретить колядующих колядующих пригласить их в дом поблагодарить и обязательно что-то дать и вы знаете если загадать желание то она обязательно сбудется но наши предки и знали что ни в коем случае нельзя было делать 7 января во-первых в этот день нельзя было работать нельзя было охотиться иначе с охотником может произойти несчастный случай нельзя было ругаться спорить лучше было говорить меньше и тише нельзя было переедать и вы можете пробовать все но желательно это делать по чуть-чуть не помогайте тому кто не просил у вас помощи не пускайте колядующих в дом если вам нечего им дать и в этот день не старайтесь быть в одиночестве если даже вам не с кем провести этот день позвоните своим родным близким поговорите с ними о том что возможно вас касается поблагодарите за то что они у вас есть конечно же обязательно соберите весь мусор после рождества и не просто выбросите его а выйдите во двор и сожгите и вы знаете приступать праздничной трапезе надо было только после того как на небе появится первая звезда рождественного злые духи никогда не появляются перед людьми поэтому перед тем как сесть за стол на несколько минут откройте в доме двери благодаря этому из вашего жилья уйдут все неприятности также самого 7 января любое время откройте в доме двери и пригласите удач благополучия изобилия и достаток ваш дом а утром рождество принесите в дом чистой воды лучше чтобы она была набрана целебном источнике а вот кучу должна готовить главная хозяйка в доме в этот день обязательно на столе должны быть хлеб и красное вино и обязательно постарайтесь на рождество занести в дом пучок соломы это обеспечит вам уют и принесет удачу украсьте дом венками свечами и колокольчиками для привлечения удачи свой дом и в свою жизнь также постарайтесь подарить родным рождественские подарки возможно они могут быть символически но это так важно чтобы каждый человек вашей семьи получил маленький подарок и конечно же встречайте рождество с улыбкой и хорошим настроением кроме того обязательно в само рождество загадайте желание помните о том что у нас с вами был новый год когда мы с вами загадывали желание далее было новолуние и мы также с вами загадывали самые четкие материальные желания потому что у нас луна была в знаке зодиака козерог это касалось и работы и карьеры недвижимости а теперь у нас с вами третий шанс для того чтобы загадать наш наши желания и это у нас с вами рождество и вы знаете рождество в этом году вообще все вот чувственное и волшебное почему потому что луна будет знаки зодиака рыбы мы будем очень чувствительны мы с вами будем 7 января очень восприимчивы добры и готовыми помочь друг другу кроме того гармоничный уран добавит нам всем творчество новизны может еще что-нибудь вы захотите и списке своих желаний вы даже сможете откорректировать также 7 января будет меркурий и водолеи который поможет нам все четко и логично сформулировать и даже возможно дать нам какие-то новые идеи для того чтобы мы их реализовали 2022 году и конечно же у нас сильный нептун гармонии с венерой тоже добавит нам фантазии вдохновения желание прекрасного даже несмотря на строгость венеры в козероге поэтому именно это рождество именно в это рождество 7 января 2022 года все звезды сошлись действительно по волшебному поэтому обязательно используйте это время поэт так как друзья именно рождество это время исполнения наших желаний и это желание того чего мы с вами хотим и желаем вот такое на с вами вот рождество друзья мы надеемся наши советы и наши пожелания вам помогут в осуществлении ваших мечтаний ваших желаний в 2022 году